Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. Я уже для вас записала такое большое длиннющее видео, но, к сожалению, у меня разрядилась камера. И поэтому я просто хочу с вами поговорить о макияже, который у меня сегодня получился. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Макияж у меня уже связан с весной, с отличным настроением. Завтра праздник, День Святого Валентина, сегодня еще заканчивается. 13 число. Хочу вас поздравить с днем всех влюбленных. Если вы любите, то желаю продолжать это делать, как и я, например, потому что у меня все хорошо, отлично даже. Если нет, то желаю найти для вас человека подходящего, именно для каждого из вас. Всем любви, в общем. Давайте покажу вам, что я использовала, что у меня настроение. То есть какие-то уже через две недели придет весна, что я планирую, какой макияж весенний, например, как один из вариантов под одежду. Парфюмчик я сегодня использовала. Парижский шик. Он такой зимний, весеннего, холодного времени. Очень вкусный, сладкий, приятный. У меня он просто сейчас поднимает очень хорошо настроение. Сейчас я им попрыску и собираюсь уходить уже к сыну. Чуть-чуть для вас зарядила камеру, чтобы снять видео и показать. Так, ну вот у меня, к сожалению, не высох маникюр, но я его буду менять. Вот на этой руке более-менее нормально получилось. Я его также выкладывала в Инстаграм. Ссылочку на мой Инстаграм я оставлю также под данным видео. Проходите, смотрите мои фотографии. Я их периодически выкладываю. У маникюра у меня использован сегодня такой гель-лак лунный, по-моему, он назывался от Avon, на основные цвета. Дальше на средний пальчик у меня использован от Ева Мозаик, тон 3022. Такой лак, как перепелиные яички, вот такой хамелеонистый, розово-бежевый. Но он у меня уже засыхает, скорее всего, вы его на мне видите последний раз. Так, и еще один лачок, который я вам покажу. Я прошу за это, конечно, прощения. Вот, но переснимать я уж не буду тут. Вот, потому что и из-за этого несколько раз переснимала, и то, что камера разрядилась. Ну, в общем, дальше идем. Вот такой вот лак Варьете от Латуаль. Вот Викуси Виктори Блон. Привет тебе, спасибо. У меня он на безымянных пальчиках. Использован такой красивый шиммерный лак. Сиренево-серебристый. Вот, ну, то, что касалось лаков и парфюма. И давайте перейдем к косметике. Сегодня макияж я делала двумя палетками. От Floor Mar в оттеночке 08 Dance of Sepia. Очень красивые цвета такие. Розово-бежевые. И второй палеточкой, которую я вам сейчас покажу, эта палетка была от Catrice. Такая вот палетка Rose. Absolute Rose, наверное, тоже всем многим, по крайней мере, известна. Ну, давайте пройдемся. Основной тон, который до Брови у меня, это первый оттенок. Потом я наносила на все века подвижное вот эти два оттенка. Микшивала, миксовала из палеточки Rose. Третий и четвертый оттенки сатиновый. Но не очень светло, если кисточкой их наносить. Так, ну, это все, что я использовала. То есть вот эти два оттенка только из этой палетки. В основном, получается, мы, конечно, делала палеткой от Floor Mar. Дальше я наносила розовый под бровку. Вот сюда вот розовый оттеночек, светленький. Он не шиммерный, но очень хороший, светлый. На нижнее веко наносила вот здесь вот к уголку глаза вот этот четвертый оттенок. Такой бежевый, такой болотный. Вот этот оттенок средний, третий, я наносила на все века. Ой, извините, не на все века, неправильно сказала. В складочку века, то есть повыше складочку я сегодня делала. Вот, в общем, почти полностью можно сделать макияж вот данной палеткой. Очень ее советую. Это 08, еще раз повторюсь, оттеночек. Dance of Sepia называется. Конечно, я не использовала спонжик, который идет в данном комплекте. Я использовала кисточки. Вообще не до конца я долечилась. У меня завтра 14 февраля, я еще иду ко врачу. Вот, меня, наверное, 15-го выпишут, скорее всего. Ну, или на днях. Сейчас я на антибиотиках нахожусь. Для разнообразия, все-таки, для поднятия настроения, решила вам снять хоть небольшое видео. Так, ну, в общем, использовала дальше. Что я еще? Кисточка у меня вот эта, к сожалению, которая пудра наносила, сломалась. Ну, ладно, это ничего страшного. Все равно я ее именно наношу. Использовала для ресниц я вот такую сыворотку от Everine стандартно. На нее я наносила тушь от Ariflame не в черном оттенке сегодня, а в оттенке лиловый. Это которая 8 мл Fizer Light, которая перышка. Такая она красивая очень. Приноровилась я уже к данной щеточке кисточки. Вот она у меня в два слоя сейчас нанесена. А также она на нижних ресницах. Очень дневной, холодный макияж получается. Но в то же время такой праздничный, яркий, необычный. Также я использовала сегодня карандаши. Вам покажу какие. Карандаши для глаз я использовала от компании Ariflame. Каял вот этот вот серый. Я им наносила. Сейчас попробую вам показать. В общем, вот здесь вот водную линию. И прокрашивала межресничное пространство. Вот так он выглядит, этот серый карандаш. Я его подобновлю, первый сводч. Без всяких блесток и шиммера. Следующий карандаш от Avon в оттеночке. Который идет в оттенке Shuga Plum. Сливовый. Такой карандаш я наносила на верхнее веко. И выводила им стрелочку. Он такой бордово-фиолетовый. Его сводч сбоку, здесь с края второй. С блестками он идет красивый очень цвет. На нижнее веко с края я наносила и растушевывала синий-голубой оттенок. Который от Pupa. Это реплика. То есть тестер карандаша от Pupa. Он идет в таком вот голубо-синим цвете. Еще раз я подобновлю сводч. Вот такой вот он металлический. И мне он очень подошел хорошо на нижнее веко. На половинку. На вторую половину я вам уже сказала. Я наносила четвертый оттенок из палетки Flormar. Дальше. На бровки что я наносила? На бровки я наносила и сегодня использовала два карандаша. Один очень светлый от Avon. Который для меня очень светлый. Avon True. Новинка, которой у меня чуть-чуть его совсем осталось. Вот его сводч. И смешивала его с карандашом от Настеньки Зарецкой. Привет тебе, спасибо. Который мне очень понравился. Темненький карандаш. Карандашик вот такой вот. Который идет также с кисточкой. Не помню. По-моему от Stellar. Он идет. Такой вот коричневый. Темно-коричневый холодный цвет. Вот что у меня получилось на бровках. Это я соединила эти два оттенка. И сверху я зафиксировала. Сейчас у меня, к сожалению, не у меня за собой. Но вообще есть. Это гель для бровей от Artvisage. Стандартно он. Давайте я вам покажу, как если соединить, получится что для бровей. Вот подложка у меня из светлого цвета. Вот так выглядит. Еще разочек я вам покажу. И второй цвет. Это вот этот вот темно-коричневый. Я его прямо нанесу. Смотрите, какой перепыленный. Средний коричневый получается. Вот если их два соединить. Очень красивый. Мне понравился этот цвет. Я его использую сейчас чаще всего для бровей. Использовала я вот такой вот корректор-консилер для своих высыпаний от Avon. Жидкий. Пудрочку от Avon. Вот эту, которая идет белая. Которая как праймер. Я ее сегодня использовала в макияже. Тональный крем от Ariflame. Я его закрепляла. Я его даже не показывала в начале видео. Также использовала вот эту кисточку-новинку. Так, ну у меня уже гель для бровей почти заканчивается. Я его хотела показать. Вот эту кисточку-новинку от Ariflame для румяна. Да, я сегодня использовала вот такие же. Опять же, это от Essence 10 Ready Set Pitch. Персиковые вот эти румяна. Вроде бы они мне неплохо сейчас нанеслись. Этот бронзер и этот хайлайтер. В общем, всю палетку я сегодня использовала для лица. Опять же, мне нравится этот свеженький такой эффект. Кисточки у меня из китайского сайта. Две от Юлечки. Привет, тебе спасибо. И одна от Ariflame. Также остальные кисточки тоже от Ariflame. И от Divas. На нижний век она носила кисточкой от Eiffroche. Вот, в общем, наверное, и все. И последнее, что я хотела вам показать, это помадки. Помадки. У меня сейчас одна помадка, которая использована вместе с кисточкой. Не буду уж ее показывать. Кисточка самая обычная для губ. Извините, помадка. Вот такая вот от Essence. В нюдовом оттенке 07. Long Lasting. Сейчас я покажу вам ее с Watch. Она такая. Очень подходит под натуральный оттенок губ. Вот у меня она сейчас нанесена на губки. Именно кисточкой. Я думаю, очень неплохо смотрится. Красиво. Свежает образ. И также два вариантика. Еще я вам покажу помадок, которые можно использовать в данном образе. То есть, вместе с этой блузочкой. Да, на весенний макияж. На день цветового антина, например. Да, как вариант. Можно данный макияж использовать. Это помадка от Faberlic 4598. Вот такой светлый тон. Который больше уходит в розовый. Посмотрите, какая она красивая. Увлажняющая. Вот ее я хотела использовать. Возможно, использую на улицу. И третья помадка от Divash. В оттенке таком нейтрально-нюдовом. Она и в розовый может уходить. И в бежевый. В зависимости от освещения. В зависимости от вашего цвета типа. Ну, такой скорее цвет припыленной розы. Вот такой вот оттеночек помады. Мне кажется, тут она тоже будет очень актуальной. Хорошо смотреться. И номер у меня от помадки 3605. Вот, наверное, все, что я вам хотела показать в данном видео. Рассказать, к сожалению, получилось так скомканно. Но я старалась. Я растушевывала. Я думаю, что неплохо получилось. У меня мушка тут какая-то летает. Такие сережечки у меня еще. Вот Эйвен. Сиреневые такие серые. Ну, в общем, тоже такие нюдовые, красивые. Вот я уже готова к празднику. Сейчас я собираюсь и пойду за сыном. Если вам понравилось такое видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Если вы не подписались на канал, подпишитесь. Извините. Подпишитесь, пожалуйста. Оставляйте ваши комментарии. Надеюсь на побольше лайков. И всем желаю отличного настроения. Самое главное, не болейте. Еще раз всех поздравляю с замечательным зарубежным праздником. 14 февраля. Всем отличного настроения. И надеюсь, до скорых. До новых встреч. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok